всем привет мы находимся на канале мастерская инноваций от черняги сегодня у нас очень очень хороший день мы с вами никогда не делали колбасу и так сегодня у нас с вами колбаса лесная но мне хочется остановиться в связи с неопределенными событиями наш канал youtube может быть туда-сюда и так вы сейчас увидите ссылку мы теперь находимся в контакте и так ищите нас в контакте присоединяйтесь если мы пропадем то мы будем обязательно там и так колбаса лесная что с чего и как мы возьмем лось 2 килограмма кабан лесной 2 килограмма и я взял килограмм свинины простой шпик простое сало потому что мясо очень такое прям вот мясо 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 тут жира нет лось какой-то такой хороший попался кабан вообще очень хороший нежирный видимо он долго бегал за лосем или наоборот и сало мне пришлось достать дальше самое главное вы знаете что самое главное в приготовлении лесной колбасы самое главное в приготовлении лесной колбасы это поймать охотника который ловит кабана и лося мы берем с вами мясо и просто его обрабатываем для дальнейшего для дальнейшей обработки в кутыре режем на кусочки она у нас без жил имеет чуть-чуть вот кусочки сала кабанячьего такого немножко ну а все остальное это хорошее обработанное промытое мясо шпик мы режем кубиком примерно как на колбасу краковскую но вы можете взять крупный кубик мелкий я думаю так что сало нужно обязательно иначе вот все это у нас так будет очень-очень такой прямо как говядина 1 а мы все-таки сами делаем колбасу и так помимо мяса у меня на столе находится перец дробленый я взял его 8 грамм на 6 килограмм далее я взял чеснок 9 грамм на 6 килограмм я взял только нитритную соль если вы помните 90 грамм на 6 килограмм я взял 15 грамм тростникового сахара если сахар у вас будет простой то берите пожалуйста 10 грамм этого очень-очень даже хватит фосфат натрия он идет 6 грамм на 1 килограмм но я возьму всего 2 грамма 2 всего 2 грамма и вы помните когда мы будем в кутере все это обрабатывать мы с вами сюда добавим еще 400 грамм воды или 400 грамм лет далее бактериальная основа у нас просто она у нас будет считаться из расчета из расчета 1 грамм на 1 килограмм вот собственно для все мне осталось все это перемолоть и обратиться к моему старому другу golden smoker 250 литров первый этап мы просто сейчас будем делать с вами фарш из лося и кабана и вы помните что салом и с вами нарезали кубиками мы его смешаем уже с готовым фаршем туда мы добавим все наши специи перемешаем немножко нальем воды когда будем готовить фарш и мы с вами потом минут 15-20 подождем при легком помешивании вот у меня есть новый кутер помните компания huracan она с удовольствием предоставила мне второй кутер вот в чем дело он очень удобный чаша съемная нож один вставляется очень легко все съемное моется очень легко загрузка небольшая я уже на нем работал он промалывает все просто идеально я беру мясо это и другое смешиваю сразу чтобы фарш и мне было немножко полегче загрузка в него до 5 килограмм но я обычно столько не делаю я беру чуть-чуть поменьше всегда добавляем чеснок добавляем наш классный дробленый перец и нитритка с сахаром сейчас я залью немножко водички добавлю еще вы помните мы брали сами 400 грамм но дальше по консистенции фарша мы с вами будем смотреть может быть придется добавить еще но это вы уже должны смотреть от живности вашего мяса и так фарш у меня готов лось и кабан перекручен я добавлю сюда сало потом я его оставлю минут на 15-20 и перед тем как его оставить я сейчас сюда добавлю наши помните бактерии и фосфатная у нас фосфат натрия фосфат натрия мы добавляем для более вязкости и вытяжки нашей влаги и так пробуем буду вот так вот рассыпать пока он у меня находится в гастроемкости я приготовлю просто оболочку по такому размерчику у меня входит где-то 550 600 грамм такая палочка у меня получится и я сейчас нарежу их положу в теплую воду и минут десять они у нас станут мягкие-мягкие хорошие там для употребления самое 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 то шприц я взял шприц сейчас я все это упакую сюда упрессую немножечко чтобы не было воздуха и мы начнем с вами делать колбасу итак дорогие друзья если вы готовите один у вас нет помощников никого то лучше все немножко подготовить заранее я взял всю коллагенную оболочку какая у меня есть у меня ее пока 7 штучек я сейчас сделаю 7 вот таких заготовочек и потом не будет очень удобно одному я кручу вставляю и у меня будет 7 колбасок и с другой стороны 7 хвостиков я тоже завяжу один делается все очень просто делается петелька как обычно моя любимая петля анаконды собственно говоря она затягивается берем небольшой хвостик вставляем чуть-чуть придерживаю и вот так и затягиваем пару раз я еще провожу обвязываю видео еще два узелка и ничего никуда не денется это веревочка и с одной стороны и с другой нам нужно будет для того чтобы мы повесили на крючочек и так делаем сразу все заготовки я их сейчас буду наполнять нашим фаршем здесь объяснение наверное не нужны делается это все очень легко и просто мы с вами одеваем оболочку и потихоньку потихоньку как вы видите немного ослабляя надо немножко придерживать весь у меня обратный дает чтобы у нас нет не было отложений воздуха чуть чуть придерживаем тогда у нас плотно плотно с вами все набивается и все все у нас идет все до конца мы не выдавливаем потому что еще пойдет у нас давление с вами и делаю так вот такая палочка у меня получилась смотрите и я ее пока оставлю и буду делать следующее итак дорогие друзья мы с вами находимся у golden smoker и как я вам обещал пока я делал и укладывал колбасу я его поставил немножко нагреться температура у нас 120 градусов а технологический процесс дальше очень простой я сейчас подвешу колбасу в наш golden smoker ровно на 30 минут при температуре 120 градусов я ее буду просто обжаривать далее есть такая вот есть такая процедура душирование мы ее ополоснем из холодного душа водой и положим ее снова в golden smoker уже на 60 минут при температуре 120 градусов но мы с вами дадим пар мы ее в течение часа будем варить и когда у нас этот час закончится мы с вами включим кнопку продувка мы обсушим оболочку и минут на 20-30 мы дадим копчение мы дадим наш замечательный ольховый дым и наша колбаса будет готова при помощи наших бактерий просто она будет вкуснее вкуснее с каждым днем вкуснее вкуснее и мы сможем ее уже кушать когда она остынет ну что давайте пробовать и дым и и наша колбаса прожарилась мы ее душирование провели просто ее промыли остудили холодной водой и далее мы ее поставим в температуру 120 с паром с парогенератором в голден смокере у вас есть парогенератор здесь будет горячий пар примерно температуры 80 градусов а в смокере будет 120 нам нужно всего один час 60 минут выдержать при температуре 120 градусов и с включенным парогенератором даже есть отдельная кнопочка и пока я душировал колбасу вы видите смокер у меня не успел остыть в нем еще 70 градусов и так я все сделал закрываю смокер включаю на 60 минут выставляю температуру а 120 у меня есть и собственно говоря вот он у меня заработал и я включаю пар все что нужно и жду ровно один час и так время кончилось колбаса наша должна быть готова я приготовил там две штучки чтобы вытащить вам показать она еще горячие и потом мы с вами и чуть-чуть проду и чуть-чуть обсушим хотя мы сейчас посмотрим и потом дадим дым я на нас будет копченая давайте посмотрим что у нас получилось смотрите какая замечательная штука я думаю что ее уже можно коптить мы ее сейчас продуем минут 10-15 у нас подсохнет чтобы дым прилегал хорошо равномерно и везде и впитывался запах и мы с вами ее начнем коптить и так давайте чуть-чуть ее подсушим так есть кнопочка у нас сушка вялка и продувка температуру я сейчас поставлю уже меньше гораздо я ее поставлю 55 вот при температуре 55 я начну коптить она сейчас быстренько быстренько уйдет я выключаю парогенератор включаю продувку слышите включилась и включаю свою вентиляцию на полную мощность и так 15 минут прошло я выключаю кнопочку продувка вот у меня все остановилось я включаю компрессор я беру наши опилки заправляю дымогенератор и буду поджигать и помните пожалуйста что процесс копчения это не процесс приготовления любого продукта копчение мы придаем запах ваших опилок у меня это ольха и придаем колер все когда мы готовим мы не коптим мы в конце приготовления чуть-чуть даем дым зависимости того много вам на цвета мало цвета это вы уже решение принимаете сами я обычно делаю это минут 15-20 даю дым он у меня выходит и мне это достаточно и по вкусовым качествам и по цветности по колеру нашего продукта в нашем случае достаточно четыре ковшечка но я вам здесь покажу я примерно вот так вот положил это минут 15-20 при нормальной вытяжки и нам будет достаточно этого чтобы подкоптить нашу колбасу итак прошло 30 минут дым у меня закончился все у меня закончилось здесь у меня абсолютно абсолютно чисто давайте посмотрим что у нас получилось но я уверен результат у нас просто просто отличный я выключаю смокер я оставляю немножко вентиляцию чтобы остатки дыма и жара уже уходили давайте открывать и будем смотреть открываем очень аккуратно и сейчас мы смотрим какая колбаса у нас получилось вот такая вот видите вкусно вкусно и вкусно и замечательно пахнет вообще просто супер вот давайте знаете что сделаем давайте увидимся с вами у стола и так дорогие друзья мы с вами снова у стола но я приношу свои извинения у меня там висит мешочек это там рикотта рикотта появилась потому что в мастерской инновации у меня не останавливается ни на минуту у меня сегодня работает сувит сыроварня и golden smoker сделал нашу волшебную лесную колбасу итак я вам открою небольшой секрет лесной колбасы вы должны его просто очень хорошо помнить для того чтобы получилась вкусная замечательная копченая колбаса из лося и кабана нам изначально нужно с вами поймать охотника также как и я охотник мой был пойман лось у меня кабан тоже сало я достал сам и так давайте пробовать результат мне кажется просто замечательный пробуем но вы должны знать что она еще горячая она должна полежать часа 46 чтобы яркие нотки дыма от нее ушли чтобы она стала более плотной схватилась и приобрела все свои вкусовые качества но я ждать столько дней могу потому что у меня скоро рикотта и приедет охотник поэтому давайте пробовать пока никого нет вот что у нас с вами получилось запах замечательный вообще я вам скажу я даже чувствую отсюда вообще ну что она еще очень мягкая очень теплая почти горячая пробовать конечно нужно ее когда она остынет и немножко схватиться но я все-таки попробую это замечательно вкус конечно не краковской никакой не копченой колбасы вкус совсем другой это лось и кабан но это все равно очень вкусно я думаю что завтра вот именно завтра она будет то что надо это на самом деле очень интересно вкус специфичный на любителя поэтому и колбаса у нас лесная ну что друзья вот какой-то такой ролик за спиной оператора стоит очень сильное чавканье там трясутся и светятся уши мелко дрожат у нашего строителя евгения он просто поедает эту колбасу и так вот какой-то такой ролик получился что я вам могу сказать если вы сможете поймать охотника у вас есть лось и кабан и немножко свиньи то вы можете сделать замечательную замечательную колбасу ставьте лайки подписывайтесь увидимся на канале